Еще раз начну с небольшого introduction. Меня зовут Резников Роман. Работаю в субсервии чуть больше трех лет. За это время был project-координатором, project-менеджером, senior project-менеджером, первым экспертом, первым компетентс-менеджером. И сейчас project, как же меня там назвали, project-менеджмент и процесс-консультант. Также сейчас я драйваю отдельную организацию. Организацию, я имею в виду просто структуру внутри нашей компании. Называется agile process consulting group. По сути, это структура, которая, такой center of excellence, который предоставляет сервисы нашим клиентам, помогает нашим клиентам поставить процессы, различные project-менеджмент практики, в принципе, какой-то консалтинг для наших клиентов. Еще несколько разных других фактов про меня. Сегодня мы будем говорить про работу с большими agile командами или и как менеджмент больших agile проектов. Что я подразумеваю? Ну, во-первых, немножко расскажу про контекст, почему мы говорим, в принципе, про agile. Я для этого сюда встал такой слайд про kenevent framework. Может, кто-то когда-то про него слышал, потому что я знаю, что его иногда используют для проблем-солвинга в решении задач с алгоритмами и там вообще в software development. Кто-то когда-нибудь работал с этим подходом? Окей. Судя по умолчанию, наверное, нет. В чем идея? По сути, этот фреймворк помогает принимать решения для различного рода проблем. Каким образом? Здесь есть четыре разных категории проблем, с которыми сталкивается наш клиент или бизнес. И есть плюс это те, где причина следственной связи, они очевидны. Четко понятно, почему происходит так или не иначе, какая есть взаимосвязь между двумя объектами и что надо делать в такой ситуации. Обычно, когда проблема попадает в эту категорию, мы используем просто best practices и лучше практики, которые есть. Ну, к примеру, если взять юристы, бухгалтера, они, как правило, работают в этой эрии. В смысле, ну, это не то, что у них простая работа или там она там как-то менее там ложная или еще что-то. Просто есть уже существующие там практики, там типа и ФРС, какие-то законы, которые они могут применять. В принципе, не знать, что применение этих практик приведет к решению тех проблем, с которыми они сталкиваются. Есть complicated area. Ее будет правильно перевести, наверное, как запутанное. Когда взаимосвязь, причинно-следственные связи, они есть, но они хуже отслеживаются, и надо как бы делать такой investigation, более тщательное планирование. Там попадают различные там hardware engineering, airspace, строительство и прочее. Это сложные эрии, но тем не менее они подчиняются вполне очевидным законам, и для того, чтобы решить ту или иную проблему, нам надо применить так называемые хорошие практики, good practice или industry practice. В смысле мы говорим, что это не одна какая-то практика, это набор различных вариантов, альтернатив, которые мы можем применять. И есть так называемый complex environment, сложный environment. Он подразумевает, что причинно-следственные связи можно отследить только ретроспективно. Грубо говоря, можно что-то попробовать, посмотреть, работает или нет, и если работает, то исследовать эту эрию, таким образом решить проблему. И вот большинство клиентов, которые к нам обращаются с запросом по разработке программного обеспечения, они, как правило, находятся вот в этой эрии, complex. Ну и, в принципе, вот решение каких-то бизнес-проблем с софтвер-продуктами, оно, как правило, попадает в эту эрию. Для того, чтобы нам понять, будет это работать или нет, или, в принципе, там, входит это решение или нет, как правило, надо попробовать, посмотреть, работает оно или не работает, и, как бы, сделать какие-то корректировки, и вот так вот эволюционно прийти к тому решению, которое закрывает наши потребности. И именно agile, в принципе, вот гибкий подход к разработке программного обеспечения, он помогает работать в этой эрии. В смысле, он нам дает возможность делать короткие итерации, короткие инкременты, смотреть, что у нас получилось, и делать какие-то adjustment по мере необходимости. Ну, в принципе, такой фреймворк, поэтому, как бы, сегодня мы будем говорить в основном про, ну, не в основном, а про agile проекты. На этом этапе я хотел вас попросить такой небольшой опросник, зайти на menti.com и ввести код 6108-90 и проголосовать на этом сайте. Интересно посмотреть ваши ответы. Когда там получится, не получится, что-то скажите, чтобы я продолжал дальше. Потом в конце я вам фэллоуапом пришлю результаты. Я буду пока продолжать, ну, как бы вы, тем не менее, можете там дальше, ну, те, кто не успел, там, пароль 6108-90 проголосовать, потом, как бы, я посмотрю. Следующий, как бы, вопрос, почему мы говорим про большие проекты, ну, я их назвал большие, там, в английском языке чаще используется scale, в чем их особенность и, ну, почему мы про них говорим. Если, к примеру, у нас на проекте два человека, то, по сути, как бы, все, о чем я сегодня буду рассказывать, оно не особо, например, вы можете просто подойти там коллеге, с ним поговорить, обучить рабочие вопросы. Между вами всего лишь один канал коммуникации. Для вас, как бы, вам несложно, в принципе, организовать свою работу вдвоем. Если у вас появляется третий человек, ну, в принципе, как бы, это тоже менеджер. Вы втроем можете там обсудить то, что необходимо. Каждый может подойти там к любому из коллег, там, задать ему какой-то вопрос, получить ответ и работать дальше. Но с появлением четвертого человека, скорее всего, для решения некоторых вопросов вам будет иметь смысл лучше собраться все вместе и обсудить его, чем подходить каждому по отдельности. В смысле здесь, на этом этапе уже появляются те самые митинги, которые мы все с вами не любим, но которые помогают нам, в принципе, построить коммуникацию на нашем проекте, получить необходимую информацию для дальнейшей работы. Ну, чем больше у вас появляется членов команды, тем усложняется у вас коммуникация. Чем больше команд, тем сложнее мной сообщаться. И это связано с тем, что количество коммуникационных каналов растет не линейно, а по формуле, вот, представленная справа. ДН — это количество членов команды. В смысле, если у вас там, к примеру, 5 тим-мемберов, вы можете посчитать количество коммуникационных каналов по формуле 5, умноженное на 4, деленное на 2. И вы поймете, что у вас там 10 каналов. Если визуализировать, то можно заметить такую зависимость. При линейном росте количества членов команды, там, от 0 до 10, у вас нелинейно будет возрастать количество коммуникационных каналов. Поэтому чем больше команда, тем сложнее общаться, тем сложнее передавать информацию. И это еще усложняется тем, что мы работаем в разных локациях. У нас там есть офисы в разных странах, в разных странах. Это еще больше усложняет эту коммуникацию. Хорошо, если мы все находимся в одной тайм-зоне. Если у нас есть еще команда клиентов, которая может быть часть в Индии, часть в США, то это прямо становится определенным человеком. Поэтому сегодня мы поговорим про несколько практик, хороших практик, как организовываются работы больших команд. Ну, вот, в принципе, сегодня будем разговаривать про это. Еще один небольшой опросник. Попробуем, ну, интересно посмотреть, какого размера у вас команды, ну, и в частности, сколько у вас коммуникационных каналов. По той формуле, которую я показывал, каждый из вас может посчитать, сколько членов команды, да, и сколько коммуникационных каналов в вашей команде. Давайте пару минут на этот эксессайз и пойдем дальше. Я напомни формулу, пожалуйста. Напоминаю. В смысле, количество членов команды, умноженное на это же количество минус один, деленное на два. Окей. Пойдем дальше. Ну, первый фреймворк, про который я вам расскажу, вы, наверное, его знаете лучше меня. Это классический скром. И почему я начал с него? Он является, как правило, основой для большинства тех фреймворков, о которых мы будем говорить далее. Пару слов, которые я хотел сказать именно по скраму. Ну, на самом деле, вот, как бы так, сейчас это достаточно, там, трендовый, там, стильно модно-современно, но, по сути, как бы, скрам просто объединяет в себе несколько достаточно таких common sense практик, которые используются не только в IT. Я, ну, как бы, до софт-серва у меня там основные проекты были телекоммуникации, и там, как бы, тоже было много связано с капитальным строительством. Если взять вот то, как там происходит, там, работа на стройке, скажем, там, обычного дома, то работают по неким фазам, разбивают по фазам, которые, по сути, являются аналогом спринтов. В начале фазы всегда проводят какое-то планирование, ну, ее называют обычно там планерка. В конце проводят ретроспективу, просто обзор того, что было сделано. Каждый день тоже собирает такой митинг, где обсуждают там текущий прогресс и там какие-то текущие вопросы, блокеры. В смысле, если посмотреть по набору церемоний, они не особо отличаются на софт-сверд-проекте или там на строительстве какого-нибудь на айтажке дома. По ролям примерно та же история. Есть product owner, он же какой-то спонсор, он же кто-то, кто там дает какие-то требования и как бы там припринимает работу. Есть команда, которая это делает, есть некий прораб, который может быть как частью команды тоже, в принципе, работать. Либо если там команда большая, выделенный человек, который занимается там организацией. Единственное такое существенное отличие вот именно скрама и, в принципе, там agile подхода в software development, это что в результате каждой итерации у вас должен получаться shippable product increment. По сути, каждый раз вы должны делать какой-то продукт, который потенциально можно кому-то продать, или кто-то там будет готов им пользоваться. И вот если брать реалии софт-сервы, это, к сожалению, далеко не всегда так. Часто очень у нас используют на разных проектах практики скрама, там, митинги, роли и другое-другое, ну, прочие артефакты. Но вот именно очень редко я встречаю, чтобы каждую итерацию команда могла выдавать такой shippable product increment, который она показывает end-userам или там заказчику или клиентам, получает какой-то фидбэк, на следующую итерацию она их там применяет. Обычно у нас просто разбивают какой-то скоп работы на такие куски и вот, в принципе, работают такими кусками, там, в итоге, в каждой итерации просто получается еще один кусок работы, который, ну, сложно называть там shippable product. И это существенное отличие от того, что происходит там в реальности вот войти в аутсорсинге и того, что предписывает там классический скрам. В продуктовых компаниях это работает лучше, потому что у них, короче, путь вот клиента, заказчика, юзера к команде разработки. В наших реалиях, как правило, там есть еще какая-то прокси из там какого-то вендора или там наших стейкхолдеров на стороне клиента. Если, ну, в чем ограничение скрама, то, что он хорошо работает, как правило, до 15 человек. Честно говоря, вот работа, ну, работа команд больше 15 человек, используя скрам, ему скажут, что это невозможно, но это менее эффективно и оно, она достаточно осложнена. Еще очень многое зависит от того, насколько у вас там хорошо построена автоматизация, CICD, там, насколько у вас там можно работать над, ну, там, приложение там, архитектура приложения, нет ли это микросервисы, модули или еще что-то такое, но в целом, как бы, скрам больше подходит для команд до 15 человек и он рассчитан на этот обмен. Если у нас вырастает количество там до 25, до 30, имеет чаще всего смысл разбить на несколько команд. 2-3 команды по там 10-12 человек и для координации работы таких команд самое простое, что можно использовать, это просто такой настройку, еще один митинг скрама в скрам. По сути, это еще один, его иногда проводят каждый день, иногда два или три раза в неделю, но по сути, это митинг, на котором присутствуют представители всех команд, плюс там обычно там скрам-мастера, продукт-оунеры, может, еще какой-то менеджмент, который позволяет синхронизироваться командными между собой. Ну, на самом деле, этот фреймворк не отвечает на многие вопросы по организации работы команд, по планированию, по всему остальному, но просто это такой, как элемент синхронизации между командами. Как правило, этот митинг, он является тоже составляющей частью других фреймворков, про которые мы сегодня будем говорить. Есть у кого-то скрам-офф-скрам на тех проектах, на которых вы работаете? Ребята, ответьте что-то. Ранее были скрам-офф-скрам-митинги, но потом их изменили. Менеджмент с украинской стороны, они понимали про их неэффективность, потому что каждый рассказывает про свои задачи, которые очень мало стыкуются с другими задачами, и, соответственно, каждый на своей хвилии они были неэффективными, просто весь день их часом, поэтому их изменяли. Если так взять классику скрам-офф-скрам, обычно на этих митингах рассказывают не про индивидуальные задачи, а про работу команды. Обычно приходят представители команды, говорят, что наша команда там вчера сделала вот это, у нас были такие-то блокеры, или там есть такие-то блокеры, сегодня планируем делать там что-то другое. Ну, в таком формате. В смысле, если дели стендап обычно он вокруг работы конкретного человека, то такие митинги, они больше ориентированы на синхронизацию работы команды. Окей, идем дальше. Следующий фреймворк, который мы рассмотрим, это называется Nexus. Его придумал Кент Швабер, он один из авторов скрама. И, в принципе, сам фреймворк описан на сайте scrum.org. Вы там можете в открытом доступе найти описание этого фреймворка на английском, русском, украинском, многих других языках. Он очень хорошо илайнится со скрамом, потому что, по сути, представляет из себя такую некую настройку. Я вот сделал такую сравнительную табличку. Если говорить по ролям, то сам Nexus рассчитан на работу от 3 до 9 scrum команд. Если говорить по ролям, то в самих командах остаются те же роли продакт-оунер, скрам-мастер и команда. Но на уровне самого Nexus появляется такая Nexus Integration Team. Я позже про нее расскажу, потому что, на мой взгляд, это самая полезная практика из всего фрейма. По артефактам. Остается все то же самое, что есть в скраме, но добавляется Nexus Print Backlog. По сути, это сумма бэклогов всех команд, которые участвуют в этом Nexus. Там 3 до 9 команд. Сумма их бэклогов – это Nexus Print Backlog. Integrated Increment – это результат работы этих команд. В смысле, если каждая команда это отдельно такой щиповый продукт инкремент, то вместе они делают такой Integrated Increment. Здесь, на самом деле, есть разное мнение по поводу того, должен ли в Nexus у каждой команды все равно оставаться инкрементальный продукт. В смысле, я могу свой продукт показать клиенту как отдельно, так и внутри Nexus инкремента, либо он должен быть только в части вот этого большого инкремента. Есть разное мнение на этот счет. и есть Nexus Spring Goals. По сути, это аналог тех спринт-целей, которые есть у каждой команды, но только для всех команд в рамках этого Nexus. По церемониям. Есть Nexus Spring Planning. Nexus Spring Planning – он разделен на две части. Первая часть – это общий пленнинг, на который рекомендуют приглашать всех членов команд, но в реальности это бывает очень редко, потому что тяжело собрать такую кучу людей, и хотя бы представители от каждой команды, где они должны проработать скоп, распределить, какая команда что берет, и определить, какие зависимости есть между задачами. Вторая часть Nexus Spring Planning – это обычный спринт-плейнинг в командах. Здесь как бы ничего существенно не отличается. Есть рефайнмент. Если в обычном скраме груминг или там backlog refinement является такой опциональной практикой, в самом скрам-кайде там про нее, по-моему, полпредложения, то во всех скейлд-фреймворках рефайнмент или работа с требованиями по ходу спринта является мандатори-атрибутом. В смысле, для того, чтобы сформировать бэклог и там на плейнинге что-то там команды смогли разобрать, ну, особенно в таких больших командах, необходимо, чтобы с бэклогом работали в течение самого спринта. Обычно это выглядит в виде одного митинга в конце первой недели, либо нескольких митингов в течение недели, когда, ну, как бы, смотрят на те, которые сейчас есть в бэклоге и там задают вопросы продуктуонеру, прорабатывают с ним какие-то нюансы, пытаются определить зависимости между разными там параметрами. Ну, в принципе, вот в таком формате проходит рефайнмент. Nexus не регламентирует количество участников и кто должен участвовать, длительность таких митингов, там частота, и говорится, что они должны происходить там on demand, как вот, и там, в принципе, команды должны сами решать как часто проводить. Ну, по тому опыту, который я наблюдал, обычно это один митинг в, ну, как бы, еще один дополнительный митинг там в середине спринта, либо это регулярные митинги, например, там, вторник-четверг, там, митинги с продукт-оунером, где есть возможность поработать по спринтам там один-два часа. Nexus Print Review, по сути, это замена обычному спринт-ревью. Вместо того, чтобы смотреть на результат работы одной команды, смотрится в целом результат работы всего Nexus. Nexus Print Retro, это ретроспектива, она состоит, согласно Nexus, из трех частей. Первый, встречаются представители всех команд и определяют, какие были проблемы, которые выходили за рамки одной команды, в смысле, которые были там у всех команд в рамках этого Nexus. После этого обсуждения все расходятся по своим командам и проводят обычную ретроспективу, согласно программу. и третий шаг, это когда опять собираются и обсуждают экшен-айтемы, которые вынесла каждая команда и думают, как, в принципе, работать с ними дальше, как там взять в план работы. Nexus Daily Scrum, это тот же Scrum of Scrum, про который мы говорили. Это представители разных команд приходят и рассказывают свой статус по работе именно команды. То, что я говорил, вот Nexus Integration Team, в тех сервисах, которые мы предоставляем нашим клиентам, я редко беру какой-то отдельно конкретный фреймворк, я обычно беру разные компоненты разных фреймворков, в принципе, вот Nexus Integration Team для работы больших команд достаточно полезная штука. Ее идея в том, что формируется команда, которая отвечает за интеграцию результатов работы других команд. В смысле, она не работает над функциональным девелопментом, ее основной фокус это интеграция тех продуктов, которые делают другие команды. Здесь могут быть как Dedicate Team Member, которые только в этой команде, так и обязательным условием является то, что должны быть представители каждой команды в этой команде. И хорошая практика является ротировать их каждый раз. В смысле, сегодня один человек, является частью Nexus Integration Team в следующей итерации другой и так далее. Роли вот этого человека, который является частью команды Nexus Integration Team, это помочь, ну, как бы получить информацию про работу других команд и как бы зайлайнить свою команду вот с тем, что делают другие, дать какой-то необходимый инпут. Часто тем-мемберами Nexus Integration Team являются ребята, которые работают с базами данных, которые работают там, девопсы, ну, и там другие технические эксперты, архитекторы и так далее. В Nexus Integration Team также есть продукт-онор, именно он задает Nexus Spring Goal и, в принципе, алайнить работу всех продукт-оноров в функциональных командах. Есть Scrum Master, он тоже интегрирует работу во всех Scrum Masterов, и есть, как правило, какая-то часть девелопмент-команды, которая там может работать с какими-то интеграционными тасками. Ну, в принципе, это достаточно полезная практика. Если у кого-то есть, ну, кто-то из вас работает на такой крупном проекте, где много разных команд, в принципе, вот Nexus Integration Team это та практика, которую я бы рассмотрел, я бы ее вынес на обсуждение внутри команды. Там может быть полезно. Следующая практика, которая, ну, фреймворк, про который хотел рассказать, это LESS. LESS расшифровывается как Large Scale Scrum, но на самом деле в самой аббревиатуре LESS есть такой скрытый смысл. LESS подразумевает меньше, и вот из всех фреймворков, которые мы будем обсуждать, он на самом деле наименее ресурсозатратный. Даже если вы не планируете использовать эту практику у себя, я рекомендую зайти на сайт less.works и там вот этот скриншот с их сайта, там очень такая удобная кликабельная библиотека, где вы можете просмотреть информацию про разные аспекты работы Agile команд, ну, как бы даже если вы не будете использовать этот фреймворк, там много чего интересного есть почитать и очень удобная навигация. Особенность LESS по сравнению с Nexus, то, что здесь один product owner на несколько команд. Более того, LESS говорит, что в принципе Scrum Master тоже можно делить при необходимости на несколько команд. Sprint Planning здесь разделен на две части, чем-то похоже по структуре на то, что предлагает Nexus. В одной части представители команд и product owner формируют бэклог для всего потока, дальше это распределяется на команды, рассматривается вариант, что некоторые команды могут проводить плэнинг именно для себя вместе, некоторые могут по отдельности, если фича ингредиенты. То же самое и про product backlog refinement, в смысле в этом плане Nexus достаточно похож на LESS. Тоже проходят две стадии, на одной product owner работает с представителями команд, но здесь есть интересная такая особенность, то, что LESS рекомендует на backlog refinement приглашать команды не product owner, а юзеров и стейклеров. На самом деле это классная практика, не всегда, к сожалению, она применима в наших реалиях, но прорабатывать такой backlog не только с product owner, но и с конечными юзерами это достаточно эффективный подход. Похожим образом организована ретроспектива, единственное, здесь вместо трех фаз, которые предлагает Nexus, здесь две. После sprint review команды собираются на отдельные ретроспективы, потом есть такая overall ретроспектива, где участвует product owner, скрам-мастера и представители команды обсуждают какие-то экс-майкеры на следующий период. Про все вот эти фрейворки, ну, Atlas, Nexus, тем более Scrum и Crums, я хочу сказать, что для того, чтобы сделать их возможными, необходимы определенные технические эффективы. В смысле архитектура приложения, определенный уровень автоматизации, всякие CI, CD, DevOps процессы, это те энейблеры, которые могут сделать возможную работу в больших командах. Если у вас какое-то монолитное приложение, нету никакой автоматизации, тестирование, весь деплоймент делается вручную, то overhead при работе с большими командами будет больше, чем value от добавления новых ресурсов. Поэтому они на самом деле все очень завязаны на техническую составляющую и в LES и дальше мы будем рассматривать колледжиал фреймворк, там на это сделан большой упор. LES также имеет конфигурацию, называется LES Huge. По сути, это объединение нескольких потоков. На каждом потоке есть так называемый area product owner и есть общий product owner, который делает супервижн. Здесь уже стоит задача product owner разбить работу на несколько стримов. LES рекомендует, чтобы это были не технические стримы, там, бэкэнд, фронтенд или еще что-то типа такого, а именно функциональные, каждый как отдельный компонент для клиента. И теперь ScaleBGL фреймворк. Ну, здесь все понятно. На самом деле вся таблица выглядит достаточно устрашающе, но если так разобраться, то ScaleBGL фреймворк предлагает несколько конфигураций в зависимости от того, на каком левеле вы работаете, какой у вас скейл. Базовая конфигурация Essential Configuration состоит из двух частей, из уровня программы и уровня команды. На уровне команды команды работают по обычному скраму или канбану. здесь особых отличий как таковое нету. Те же роли Dev команда, Product Owner, Scrum Master, практики Scrum Kanban, тут также еще описаны практики XP. Сам вообще ScaleBGL фреймворк, если вы зайдете на сайт, там тоже удобная кликабельная библиотека, там более 80 разных кликабельных элементов, можете зайти на разные элементы, посмотреть, что там, описание разных компонентов, достаточно удобно, чтобы разобраться в вопросах обычного скрама. Что мне здесь нравится, что ScaleBGL фреймворк вводит понятие, помимо UserStory, еще Enabler. Enabler это по сути какой-то технический компонент, у него нет какого-то бизнес-вэлю для клиента, но он необходим для того, чтобы реализовать логику какой-то UserStory. В смысле Enabler это классная штука, когда клиенту можно объяснить определенный скоп чисто технической работы, работа, я не знаю, UserStory или еще чем-то, это по сути Enabler вот это и задача. На уровне программы помимо спринтов добавляются так называемые конденсы, одна конденция это может быть 5-6 спринтов, 2-3 месяца работы команд и в конце каждой конденсы мы должны выдавать так называемый программ-инкремент. По сути это результат работы всех команд, которые входят в так называемый Agile Release Train. Здесь проводится аналогия с поездами, что у поездов есть планированные остановки, точно так же у Agile Release Train есть планированные релизы. И работа нескольких команд в рамках одной программы называется Agile Release Train или Art. В начале каждого арта проводится PI-планирование, в конце проводится Inspect and Adapt Workshop, на котором это как ретроспектива работы вот этих команд. PI-планирование это обычно двудневный ивент, если зайти на Scale Digital Framework сайт, описано целое расписание, как должен проходить этот ивент. и в течение этого ивента планируется работа команд на вот этот период времени, 2-3 месяца. Помимо этого, каждая команда в принципе из общего бэклога берет себе в бэклог в начале каждого спринта на пленнинге в обычном скраме определенный набор задач, плюс здесь добавлен еще такой так называемый Innovation in Planning Sprint. по сути это один нефункциональный спринт, когда команды не работают над функциональным девелопментом, они больше работают над дизайном, планированием, инновациям и так далее. Честно скажу, в реальной жизни это надо скипать, не все клиенты готовы платить за работу уровень программы до 125 человек, не все клиенты готовы платить за полную итерацию инноваций и прочее, все хотят найти какие-то фичи, но тем не менее, это часть рекомендации. Есть более высокоуровневый product backlog item, который называется Fitcher, по сути, там Fitcher состоится из ряда старей, у Fitcher тоже есть свои enablers на своем уровне, в этом фреймворке уделяется достаточно много времени девопса и quality практикам, там вы можете зайти и посмотреть нюансы, честно говоря, там большая часть они носят такой концептуальный характер, но тем не менее достаточно хорошо align с тем, что мы делаем. Плюс на уровне программы добавлены новые три роли. есть так называемый release train engineer, по сути, это наш project manager или program manager, тот, кто менеджит несколько команд, есть product manager, он, как правило, supervisor для нескольких product owner, и есть system architect, ну, в принципе, здесь плюс-минус alignment с тем, что есть в нашей компании с ролями. Если посмотреть на церемонии, которые есть на уровне программы, есть синхронизация, ну, типа, синхронизация, синхронизация между product owner, есть scrum of scrums на уровне программы. Их регуляриемость тоже определяется case by case, в смысле, как бы нет какого-то там регламента сейчас должно подходить. Есть PI planning, ну, по сути, это большой planning на каденцию, там, 4, 5, 6 спринтов, и Inspector Adapt Workshop это большая ретроспектива работы вот этих команд. в течение работы есть так называемый prepare for PI planning, по сути, это что-то похожее на backlog repayment, и system demo, это когда мы показываем демо результаты работы всех команд, которые входят в нашу жаловую демо уровень портфолио, по сути, конфигурация портфолио, она добавляет еще один уровень к нашему essential конфигурации, она регламентирует governance от enterprise к командам, как происходит передача реквайрментов от бизнеса здесь опережают такими понятиями как strategic teams, как темы, по сути, это какие-то бизнес направления, которые диктует enterprise, они проходят через портфолио Canvas, если кто-то из вас знаком, есть такой бизнес модел Canvas, по сути, это фреймворк, который помогает определить, насколько с точки зрения бизнеса интересна ли интересна эта тема, насколько она у нее есть бизнес-составляющая, прибыльность и все остальное. Дальше идет линк-бюджетирование, линк-бюджетирование это такой фреймворк, если коротко, когда у нас есть фиксированная сумма денег, и нам надо ее распределить между несколькими value-стримами, по каждому value-стриму обычно ставится TPI, и здесь появляется новый уровень backlog itemов, называемый epic. Если сравнивать с Jira, то те эпики, которые есть в Jira, они ближе к фичам, уровням фичи на программ-левеле. Epic это, как правило, более высокоуровневый, если брать SQL framework, это большой кусок работы, как правило, там какой-то модуль или там какой-то кусок приложения, аппликации. Для эпиков, так же, как и для фичи, для юзер-старей, есть свои enabler, технические задачи, которые необходимо сделать, для того, чтобы можно было реализовать тот или иной эпик. Если уровень портфолио позволяет выстроить вертикаль, то рост вширь, это отвечает Lash Solution. По сути, Lash Solution позволяет нам объединять несколько agile релиз-трейнов в один solution трейн. Насколько утверждает сам scale agile framework, каких-то ограничений по количеству людей тут вообще нет. Если я не ошибаюсь, у них на сайте лежит такие стадии почты Австралии, где Solution трейн насчитывает 25 тысяч человек. Достаточно большой кусок бизнеса. В Solution трейне предусматривается, что могут быть как внутренние команды, так и сапплайеры. Если посмотреть, мы попадаем в эту сильную линию supplier. Этот фреймворк регламентирует, как работать не только с внутренними командами, но и с поставщиками для некоторых наших клиентов. Если говорить про повродок байкл хайпен, то появляется entity capability. Capability состоит из нескольких фич, которые уже декомпозированы на user story. Есть так называемые enablers для capability также. Для такого скейла у нас появляются пре- и пост- PI planning, нитинги, по сути, для того, чтобы провести PI-planning для такого количества людей, там нужна подготовка, нужно определенное время на follow-up. В принципе, это здесь тоже закладывается. Плюс у нас появляются три новые роли, но они зеркальные отображения того, что у нас есть на program level. У нас есть solution engineer, solution manager, solution manager, solution train engineer. Solution train engineer это программ, portfolio level manager, solution manager это супервайзер для нескольких product owner, и solution architect, как в нашей компании, следующая ступенька для архитектора. Здесь есть много разных вторичных фреймворков типа solution intent, документация, economic framework, solution context, environment для solution. Я сейчас не буду останавливаться на всех, вы сможете про них детально почитать, если зайдете на сайт scale agile framework. Это в принципе мэппинг тех ивентов, которые проходят на scale solutions. Здесь есть solution demo, когда мы показываем результат работы всех agile релиз тренов в рамках solution train. Тот же inspect and adapt workshop, как я говорил, добавляется pre и post pi planning. Есть митинг синхронизация solution train, где участвуют все релиз train инженеры и архитектурные syncope. Все такие митинги, которые добавляются на этом фреймворке. Ну в принципе если взять все левелы, которые мы сейчас прошли, то получается такая full configuration и он дает governance для работы достаточно большого набора команд. Единственный нюанс, что scale agile framework предназначен в первую очередь над работой над одним большим продуктом, во время как многие наши клиенты и многие компании работают над рядом продуктов. В рамках одного solution трейна не рекомендуется объединять разные продукты, которые вообще никак не связаны потому что там много взаимосвязей. Поэтому если кто-то работает на проекте и там вы знаете что со стороны клиента есть 500-600-700 человек и это один продукт, а не несколько продуктов. В принципе такое коуч это вполне applicable для такой работы. Если построить ERD диаграмму того, что мы обсуждали, то у нас есть разные уровни там enterprise, portfolio, large solution, program, team. Для уровня portfolio это value stream, для large solution это solution train, для программы это agile release train, и есть разные уровни backlog itemов, есть epic, capability, feature story, можно посмотреть на их взаимоотвращение на вот эти диаграммы. Если говорить про популярность тех или иных фреймворков, в большинстве опросов лидируют скейлл фреймворк он сейчас достаточно популярный у них хороший маркетинг и в принципе он отвечает на мой гарненс вопрос который есть у корпораций в смысле можете посмотреть здесь статистику я собрал из разных источников по популярности тех или иных фреймворков среди бизнеса если говорить про нашу компанию насколько я знаю у нас скейллл фреймворк использует порядка 20 разных клиентов с которыми мы работаем в целом не так уж много в полной мере чтобы кто-то использовал nexus или less я не слышал скажу честно в нашей компании но мы встречали это несколько раз на пресейлах и я знаю некоторые наших клиенты используют это для команд которые полностью на их стороне там где привлекают нас как внешнего вендора чаще всего то все о чем хотел вам рассказать если есть какие-то вопросы буду рад ответить